Министр снабжения Великобритании Гастингс Исмей, министру иностранных дел Эдварду Галифаксу. 31 октября 1939 года хранить в закрытом сейфе. Мне бы хотелось знать, исследовался ли вами вопрос об уязвимости нефтяных источников СССР. Захват или разрушение противником любого крупного русского города, в частности Ленинграда, может оказаться сигналом для начала антикоммунистических выступлений внутри страны. Если уничтожить русские нефтепромыслы, нефти лишится не только Россия, но и любой союзник России, который надеется получить ее у этой страны. Ослабить Советский Союз значило переключить внимание Гитлера с Запада на Восток, с Англии и Франции на СССР. Поведение союзников на Германском фронте полностью укладывается в эту логику. Вся мощь вермахта обрушена на Польшу. Западную границу Германии прикрывают лишь 23 плохо вооруженных дивизий. «Если французы выступят, они пройдут нас насквозь», говорит в те дни командующий немецкими войсками на Западе. Американские журналисты называют это странной войной, а немцы еще более пренебрежительно – войной сидячей. Молчание английских и французских пушек – открытое послание Гитлеру. Однако Германия пока не готова к большой схватке с Советским Союзом. Гитлер слишком сильно заинтересован в поставках советского сырья для создания стратегических резервов, а Советский Союз от немцев получает машины и новые технологии. Они считали, что русские инженеры тупые и не успеют понять, как это можно производить до того момента, когда Германия нападет на СССР. И поэтому считали, что ничего не изменит поставка вот этих образцов новейших вооружений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова